Решение и вопросы, обсуждаемые в Думе города в апреле, прогремели в СМИ. Так названа цифра, одномоментно необходимая на ремонт образовательных учреждений Сургута. Также на одном из комитетов депутаты и чиновники договорились о проявлении в школьной воспитательной программе нового урока, урока мужества. Что еще обсуждали народные избранники и к чему пришли, я, Александр Маковей, и мои коллеги расскажем в ближайшие несколько минут. Это программа с Думой о городе. Здравствуйте. В Думе Сургута в апреле состоялись сразу два внеочередных заседания. На первом внесли поправки в правила благоустройства города, приняли документ, разрешающий размещение нестационарных торговых объектов в парках, скверах и на набережных. А также одобрили инициативу об оказании финансовой поддержки родителям военнослужащего погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. На другом заседании скорректировали бюджет муниципалитета. Это потребовалось после того, как появилась возможность взять кредит у правительства Югры. 150 миллионов рублей на погашение действующих долговых обязательств. Займ льготный, его срок 3 года, ставка 0,1% годовых, что гораздо меньше, чем у коммерческих структур. Привлечение этих денег поможет снизить нагрузку на бюджет, поскольку уменьшится сумма выплаченных средств банкам за пользование кредитами. Одобрение от окружных властей получено, от депутатов возражений не последовало. В Думе Сургута в апреле прошло первое заседание молодежной палаты нового состава. Выбрали председателя и заместителей, а приветствовали собравшихся первые лица города Андрей Филатов и Максим Слепов. Материал с дебютного заседания смотрите далее. Новая площадка станет точкой сбора активных людей. Такую надежду выразил председатель городской думы Максим Слепов на первом заседании молодежного парламента. Новый состав, в который вошли 25 человек, приветствовал также глава города Андрей Филатов. Мы рассчитываем на то, что ребята включатся в этот процесс и вовлекут в процесс созидания городской среды, политической среды, в целом среды физической, то есть развития города. Вовлекут молодежь, и именно активную молодежь, способную, готовую и открытую на созидание. Есть запрос от молодежи на участие в жизни города, и мы на него ответили вот таким образом, молодежная палата. И поэтому, как вы слышали, принятое нами решение о том, что юридический статус ребят будет еще помощники депутатов. На первом заседании молодежного парламента определён председатель. Им стал Никита Никешин, член местного отделения политической партии «Единая Россия». Его замами выбраны Владимир Брылеев из общественной организации «Молодая гвардия», Денис Негру, представитель Совета молодых ученых и специалистов «Газпром Трансгаз Сургут» и Владислава Дамахина, помощник депутата Владимира Феденкова. Сейчас на первом заседании мы наметили план работы, как будем взаимодействовать. В принципе, проекты, которые у ребят пришли, уже свои озвучивали во время первого нашего знакомства, когда мы подавали документы. Знакомы по общественной деятельности в городе. Поэтому работа предстоит интересная. Надеюсь, что будет продуктивной и заметной каждому жителю нашего города. Мой личный проект у меня направлен на повышение финансовой грамотности. То есть, когда я работал в школе, вот у меня и тема выпускной работы была как раз таки по этому профилю. Также на первом установочном заседании молодые люди определились с комитетами, которые будут работать по направлениям. Состав и руководители этих органов члены молодежной палаты изберут на следующем заседании. Оно запланировано на 18 мая. В Думе Сургута на одном из профильных комитетов обсудили проблему неплатежей за жилищно-коммунальные услуги со стороны нанимателей муниципальных помещений. С соответствующим письмом в парламент обратилась управляющая компания ДЭС Восточного жилого района. Там подсчитали, что жители 88 помещений, принадлежащих мэрии, задолжали более 18 миллионов рублей. По словам руководителей коммунального предприятия, обратиться в Думу заставила ситуация, в которой наниматели муниципальных квартир должны, в том числе муниципальным организациям, поставщикам ресурсов. Однако финансовые издержки должна нести частная управляющая компания. Долги приходится гасить, привлекая банковские кредиты, либо сокращая программу текущего ремонта. Предложение УК разделить сумму недоимки, которую не взыскать никогда, между ресурсоснабжающими организациями в части оказанных услуг и управляющими компаниями в части содержания веренной территории. Тему договорились обсудить в более широком составе с участием депутатов, юристов, представителей поставщиков коммунальных услуг и УК. О чем еще говорили на думских комитетах, расскажет Татьяна Расторгуева. Финансовая потребность Сургута на ремонт образовательных учреждений – 1 миллиард рублей. Об этом стало известно во время заседания Социального комитета Городской думы. Вместе с тем ежегодно на восстановление школ и детских садов направляется в пять раз меньше средств, чем необходимо одномоментно. Так и предстоящим летом на текущее капитальное обновление учебных заведений выделили 210 миллионов рублей. Глобальные работы ждут детские сады «Гусельки», «Лель» и «Филипок». А также один из корпусов гимназии «Лаборатория Салахова» и 29-ю школу. Депутаты спрашивали о планах по капитальному ремонту СОЖ номер 45. На текущий год таких задач пока нет. Однако существует вероятность, что образовательное учреждение номер 18 на энергетиков в 5 дробь 1 войдет в программу по реновации. Также интересовались и рисками срыва ремонтной компании из-за подорожания стройматериалов. А как мы будем поступать, если по итогам конкурса подрядчик не сможет вписаться в ту смету, которая была окончательно запланирована? Сегодня все сметы проходят экспертизу. И тут уже как 50 на 50. В любом случае есть риски в связи с экономическими событиями сегодня. Но мы не имеем права перескочить через стоимость экспертизы. В школах Сургута появятся уроки мужества. На заседании комитета парламента Сургута по социальной политике обсудили идею, которую от имени инициативной группы выдвинул депутат Михаил Бехтин. Он предложил проводить занятия на постоянной основе с полным охватом учащихся 4-11 классов. Это около 40 тысяч ребят. Я лично считаю, и представитель инициативной группы, что такой урок, урок мужества, должен предвести именно в постоянный формат. Тем более, что подключается к этому мероприятию и ветеранские организации, и общественное объединение. Тем более, очень интересный живой материал, который ребятам могут донести не преподаватели, не учителя, но обладающие определенными науками и знаниями лекторы из этих общественных организаций. Дети должны бывать там системно, дети должны быть там системно. Действительно, должны быть встречи, как в свое время были с ветеранами. Понятно, потом люди становились старше возраста, они стали уходить, но у нас хватает ветеранов других локальных конфликтов, которые могут своим доступным языком рассказать и показать. В департаменте образования сообщили, что ввести урок мужества в основную образовательную программу невозможно. Дополнительный час не пройдет, например, по нормам Санпина. Но препятствий тому, чтобы добавить такой предмет в программу воспитательной работы нет. Планируется проведение еженедельных тематических классных часов. Школьники поучаствуют в национальных акциях «Сад памяти» и «За добро», а также во всероссийских уроках мужества. В парке «Россия. Моя история» ученики пятых-одиннадцатых классов осмотрят выставку «Героический подвиг советского народа. Хроники войны». Там же до конца календарного года для полутора тысяч учеников сургутских школ проведут уроки мужества. Спикерами станут представители ветеранских организаций, бывшие правоохранители и военные. В Доме Сургута обсудили и нюансы сферы муниципального контроля за соблюдением установленных правил благоустройства города. Вопросы появились после того, как на федеральном уровне ввели мораторий на проведение проверок. Однако он касается только специалистов муниципального контроля. Они теперь вынуждены заниматься исключительно профилактикой, поскольку рейды проводить можно только в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти гражданина, либо при угрозе безопасности или возникновении ЧС. Но размещение нестационарных торговых объектов на газонах, дорогах, инженерных сетях, парковках или зелёных зонах столь вескими мотивами для внеплановых проверок не являются. Впрочем, оказалось, что в других ведомствах мэрии также есть должностные лица, которые по закону имеют право привлекать предпринимателей к ответственности. Может быть, вы как-то анализировали ситуацию в данной связи с учётом наложенного моратория? Может быть, есть необходимость усилить работу именно тех должностных лиц других структурных подразделений, в том числе и с вопросом благоустройства? Тут даже нечем разговаривать. Мы будем направить материалы, но что нам с ним делать? То есть там, где мы сможем выйти в суд, мы выйдем. Там, где сможем обойтись с профилактикой, и у нас пока это новая мера, она ещё работает в большинстве случаев. Пока предприниматели ещё не привыкли к профилактике с нашей стороны. Пока это работает. Если они не будут работать, будем управлять нашим коллегам для решения прощества. Прибегать к этому механизму будут, когда все возможности для переговоров окажутся исчерпаны. А на них в мэрии и Думе большие надежды. Тем более, что, по словам спикера парламента Максима Слепова, соответствующий опыт накоплен. В некоторых спорных и сложных ситуациях властям и предпринимателям удавалось найти компромиссы. Кроме того, к этой работе, по мнению председателя Думы, нужно привлечь и куратора городской бизнес-сферы. Хотелось бы всё-таки какие-то совместные действия, опять же, разумных и с нашей стороны, и со стороны предпринимательства сообщества. Для этого как раз не хватает на сегодняшнее заседание госпожи Гадриковой, которая как раз курил этот вопрос, и могла бы вынести эти предложения. Поэтому и её предприниматели слушают, насколько я знаю. Поэтому можно было даже без административных наказаний решить целый ряд вопросов и принести город в порядок. На итоговом заседании парламента 27 апреля рассмотрели 18 вопросов. Скорректировали положение о реализации инициативных проектов в Сургуте. Внесли изменения в устав города и в порядок предоставления муниципальных гарантий. Технические правки затронули порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Некоторые нормы, касающиеся аренды, исключены. Добавлю, что следующая сессия для депутатов городского парламента пройдёт в мае. Это была программа с Думой о городе. Меня зовут Александр Маковей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова